Мы же любим, когда у нас юбилей или праздник, я имею в виду у нас лично, у каждого из нас, собирать гостей, и при этом мы же понимаем, что квартиру надо прибрать, стол надо накрыть, самим надо как-то одеться и выглядеть. Поэтому если перевести эту ситуацию на страну в принципе, конечно же, я за такие праздники, как Олимпиада, либо что-то еще. И вот в этом смысле, чтобы она прошла хорошо, меня крайне смущает ситуация с Болотной площадью и с узниками, с этой идиотской, вытащенной из недр КГБ борьбы с геями, которых они использовали, прежде всего, как своих, так сказать, стукачей. И вот эта история с экологами, все это превращает, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, будущее Олимпиаду в поле битвы политиков, которые будут все это нам вспоминать. Вот у них там кто-то как-то куда-то не прыгнул, или как-то не так вообще бегает, а еще вот это вот тут что-то такое, так сказать, разваливается, так это потому и дальше геи, дальше вот, вот что плохо. Ну, ну, хотя бы до Олимпиады, ребята, попридержите своих коней, перестаньте наступать на одни и те же грабли дикости и дремучести нашей. Я понимаю, что это изменить в принципе в ситуации с страной невозможно, но в преддверии Олимпиады перестаньте делать глупости. Обращаюсь я к нашему государству, понимаю, что бессмысленно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!